Здравствуйте, меня зовут Лидия, и сегодня меня распирает поговорить о книгах, которые я несколько прочитала Ломачинский Андрей Анатольевич. Благодаря моей дочке Даше, которая мне скачала эти книги, и в свою очередь хочу сказать спасибо и тому, кто упомянул в своих комментариях, либо в рекомендациях один из подписчиков нашего канала. Я была очень довольна, когда прочитала все эти книги, и записки из «Судеба медицинского эксперта», и «ДНК негодной крови», и «Командировка», и еще ряд других, каринальный аборт и так далее и тому подобное. Ну, Даша, конечно, мне непременно по рекомендации скачала эти книги, поскольку прекрасно знает, как я люблю читать о врачах. Вообще о врачах, можно сказать, с измоленства раньше таких книг было совсем немного. Ну, Ерисаев, понятно, записки врача, там Булгакова, Федор Углов с удовольствием в свое время читала, хирурга знаменитого и так далее. Так это вот у меня склонность, я уже говорила в одном из своих видео. Люблю я врачей, и, можно сказать, питаю такой вот пиетет чрезвычайный. К врачам, это просто вот неважительно, это же надо сколько знать, это сколько нужно держать в голове. Ну, невероятное, невероятное количество и фомокопей, и анатомии, и диагностики, различного рода симптомов, синдромов и бог знает еще чего. Для меня это просто удивительно, как можно ориентироваться в всем этом. И многие очень удивляются, в смысле, возмущаются, когда положено неправильное поставление диагноза, инфекция, на всякие исследования. Диагноз так и не могут в оконцовке установить, и, так сказать, как Ломачинский пишет, скорую возит, значит, больного из дома в больницу с дежурным диагнозом, а черт его знает. То есть там разберутся, а может и не разберутся, кто знает. Для меня удивительно другое, как можно почти во всех случаях правильно диагностировать болезнь, а потом и лечить ее. Хотя, конечно, еще современную, так сказать, Гиппократа, что лечить нужно не болезнь, а больного. То есть искать причину, а не лечить следствие, как у нас постоянно это бывает. То есть симптомы убираются, болезнь никуда не уходит, либо вращается, еще были в тяжкой форме и так далее. Ну и для меня это был автор, так сказать, судебный медицинский эксперт, который в свое время закончил военно-медицинскую академию в Петербурге. Был офицером, медиком и поэтому работал долгое время в Академии судебно-медицинским экспертом. Поэтому очень интересно читать его записки. Просто невероятный случай, который он приводит из своей практики. Уж мне, так казалось бы, за мою жизнь я видела сотни тысячи трупов. Мне приходилось, так сказать, присутствовать при вскрытиях, особенно по убийствам. Уголовный социальный кодекс настоятельно рекомендует следователю присутствовать при вскрытии трупа. Эти рассказы, эти книги его, они проникнуты юмором, даже некоторым цинизмом. Я уже говорила о том, что считается, что самые-самые циники – это медики и юристы, коим я имела честь принадлежать, последним имеется в виду. Поэтому, видимо, это какая-то своеобразная форма защиты психологической, потому что ежечасно, ежедневно, сталкиваясь с болью, состраданиями, ну просто невозможно проникаться каждый раз, пропускать через себя, потому что иначе не выдержит психика, свои разные психологические барьеры и так далее. Ну и отношения, соответственно, тоже. Когда с юмором, может, он иногда и неуместен, конечно, но, тем не менее, в кругу своих, на нашем уровне, мы его понимаем, мы хихикаем, мы смеемся, мы хохочем. Даже так. Хотя, казалось бы, чего уж там смешно в работе с юморомедицинского эксперта, который постоянно с утра до ночи, так сказать, пропускает трупы, исследует их, прямо каждую клеточку тела, органов и так далее и тому подобное. Ну и потом ставит свой диагноз, то есть, или заключение с юморомедицинского эксперта, вот так, как говорили, тоже такой черный юмор, болезнь, так сказать, как бы неизвестная, вскрытие пока что. Ну и не всегда даже и оно показывает, он приводит массу случаев. И я хочу привести, вначале вот я скажу о чем. Судебно-медицинские эксперты, они дают заключение и только на основании объективных данных. То есть, то, что он увидел своими глазами, но не верь глазам своим, то, что он получил дополнительными методами исследования, то есть, это гистологические, цитологические, химические и, бог знает, еще какие исследования. То есть, эксперты постоянно, всегда при вскрытии, все кусочки органов изымают, упаковывают их стерильно, естественно, ну там кровь, моча и прочие дела, это уже говорить не о чем. Все это исследуется, все эти материалы потом приходят к нему, и только на основании вот такого массы вот этих исследований он может дать заключение. Или не дать вообще, потому что зачастую получаем такое заключение. Ввиду, далеко за шею шернилозных изменений трупа, высказаться о причине смерти не представляется возможным. Вот что хочешь, то и делай. А как же быть-то? Помните, я рассказывала грустную историю, когда муж бросил жену топором в спину, она упала, осталось лежать, а наутро обнаруживает ее мертвый, естественно, он думает, что убил. Он расчленил, он закопал, потом в оконцовке явился через несколько дней с повинной. Его, конечно же, арестовали, труп-то вам указал, где куски трупа расчлененные, все это изъяли. Месяц он это делал, только через месяц получили заключение. Оказывается, жена умерла от интоксикации этанолом, то бишь водкой, грубо говоря. Вот так. То есть без причины смерти как бы дела-то не может быть. И квалифицировать так как действие, если, так сказать, налицо, какие-то внешние признаки преступления положено, того же убийства. А может это не убийство, а может это неосторожное причинение телесных повреждений, либо там состояние необходимой обороны, либо там аффект, либо там еще чего-то. Ну то есть от причины смерти зависит практически судьба любого дела, ну в оконцовке судьба человека, зеваемого, обвиняемого и так далее. Вот. И в Умнице один случай у меня был, ну таких случаев, конечно, было много, но один из ряда вон, когда я расследовал дело об этой автомобильной банде, вернее нет, не о том, братья Крылова, помните, которые совершали убийство из-за машин, прокатились до следующего объекта, с машины бросаясь, следующий убивает и так далее. Так вот, Новосибирский эпизод. Когда мне по указанию генерального прокурора я была назначена руководителем следственной группы, то есть все дела со всех регионов, там, Новосибирск, Омск, Томск, Иркутск и так далее, выполнив весь комплекс следственных действий, которые там на месте необходимы, направлялись сюда, ко мне, прокурор их соединял в одно производство, и заканчивал уже я в целом все это дело. Так вот, получаю я уголовное дело из Новосибирска, там убили на пасеке пожилого мужчину такого, а не девать это. Я читаю, значит, заключение эксперта, он описывает, ну, гнилостный змей, потому что лето было, он там пролежал где-то дней 10, наверное, пока обнаружили его один там в зоне этой пасеки отдаленной. И читаю, значит, внешнее описание его, значит, голова практически полностью отчленена от тела, то есть от шеи, и держится только вот на кожном лоску, очень хорошо. Ну, там еще всякие эти малоприятные, то есть описание этого трупа, насколько он сгнил, и как из чего, и куда, и заключение. Как я говорила, ввиду далеко зашли, что гнилостный змей трупа, высказаться о причине смерти не представляется возможным, потому что вот как раз на уровне отчленения, то есть там ткани, если при жизни они, то там кровоизлияние непременно будет. Ну, а коли все сгнило, то понятно, кровоизлияние эксперт не увидел. И гистологи не увидели тоже, когда, в этих кусочках этих органов к ним были направлены. Я уже заорала, тут звоню следователю, вы что, вы здесь с ума зашли? Голова там, блин, ну так сказать, в причиной смерти нету, мне-то теперь что делать? Как мне быть-то? Верещала я речала, ну, там, значит, порекомендовала, вы хотя бы допросите эксперта, допускается законом такое, что следователь может допросить эксперта по его заключению, ну, что-то уточнить, что-то, значит, что-то там еще. Ну, очень часто допрашивают следователи, вот в такие случаи, когда причина смерти, труп скелетирован, то есть если были какие-то, значит, повреждения, мягкие ткани, мягких ткани нет, кости как бы целы, а мягких ткани нет, ну и что тут скажешь? Вот тогда уже эксперт задает уши вопрос. А вот вам материалы дела. Вот положим, влияемый говорит вот так, и так, и так. Он положим его удушировать такой-то удавкой. Хотя следов на костях нет, то есть перелома там, клещей, кротани или еще чего-то, могло бы такое быть. Ну, тогда важно. Ну, учитывая материалы дела, показания, т.т., можно высказаться предположительно, что смерть могла наступить и только. Ну, и то хлеб, хотя бы вот так. Так вот, значит, я хочу привести несколько случаев, о которых говорит Ловачинский. Особенно потрясла меня, конечно, я вот Даша, когда рассказала эту историю, она говорит, боже мой, боже мой, бред, кошмар какой-то, это ненормальный психофакт. В городе, значит, Выборге жил был такой доктор-онколог Кузнецов, причем онколог от Бога. То есть диагноз прекрасный и прочие дела, то есть все его боготворили, совершенно бескорыстный, ну, все, и больным, и коллегам. Весь город его знал, то есть онколог от Бога, как говорится. И был у него друг Райтман, что ли. Значит, он обыкновенный терапевт. Но они дружили уже лет 30, наверное, с семьями, постоянно все праздники семьями, всегда с собой. Ну, и по осени у них одна была, значит, страсть, охота. Они на птицу, там, нарябчиков, на кого-то еще, на конец августа, начало сентября, когда разрешена охота, они вот вдвоем выходили на охоту. Очень им это нравилось. Вот, значит, как-то в один прекрасный, длине, далеко не прекрасный, новогодний праздник, они отмечают Новый год, и вдруг Райтману стало плохо. Вроде бы ничего такого он и не выпил, больше, чем обычно. В ванную, значит, его стало рвать, но этот самый Кузнецов-то побежал за ним, посмотрел, смотрит, в рвоте следы крови. Тут же быстренько, значит, он сопоставил некоторые, кое-что он спросил давно, или как это, чего это, куда это. То есть это не просто, значит, рвот от пищи, или от чего-то. Он предположил, что у него рак, рак желудка. Настоял на том, чтобы он прошел полностью, следовательно, сам лично носил все анализы и прочие рентгены, и прочие дела. Сам просил, чтобы все это быстро, все это бегом. Ну, в оконцовке диагноза. Это делился рак в четвертой стадии. Ну, то есть это уже неизлечимо, это уже метастазы должны быть, Бог знает куда. Ну, говорит, ну что, друг? Я сочувствую, конечно, ничего сделать уже нельзя, или как раз, конечно, нет. А потому, что я видеться с тобой не хочу, потому, что утешить на тебя нечем, осмотреть на твои мучения, ну, сколько мучительно помирает. Это просто выше моей силы, я так не могу. Да, на всякий случай, папе играет на тобой сок. Он, правда, не помогает, но как дубильных веществ там много, может, что-то как-то, какие-то симптомы не так ям там будут, не так мучительно. Ну, и на том и попрощались. И вот, значит, проходит, это был Новый год, да, в августе, и вот с тех пор они не виделись, не перезванивались, и никак не слышал Кузнецов об этом, в своем друге, что он куда-то, будучи уверенный, что, ну, если не помер, что удивительно, то вот-вот, на медний, на похотом даже не пойду. И вот в августе, в конца августа вдруг раздается телефонный звонок, он узнает голос своего друга, вполне здоров и счастлив, и говорит, ну что, приятель, давайте на охоту завтра. Значит, я там местечко одно присмотрел, там на рябчиков, много того и сего, и завтра уточек, как всегда, полпятого, тот, что... Словомолить не может, быть-то он, говорит, а осторожненько, ну, да, ну, да, ну, ну, ладно. То есть, кузнецов должен к нему прийти полпятого, и вместе они поедут. То, значит, в учительных раздумьях, в чем дело, почему, ошибки быть не может вообще, потому что припарировано было на сто раз, все, все анализы, все, вот он, вот, вот опухоль, вот такая, сякая, разве такая, больше никак. Приходит он наутро к нему полпятого, звонит, тот открывает дверь, убавится, лезет себя здоровенький, но он его ни о чем не спрашивает, что, куда и как, какие, как бы, в его правилах, ну, так, 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 то, уголовая ленту, кузнецов, как такое может быть? Вот они пошли на ходу. Кузнецов несколько отдалился от него, встал в стороночки-то, и вот настолько, видимо, мучило его, как это посмотреть-то, почему так получилось, и что там оказалось-то в оконцовке, что он выстрел у него, выстрел у него, убил, и тут же, не отходя, так сказать, от кассы, здесь же на месте, в лесу, он ножом, значит, скрыл, грудную клетку, живот как-то, посмотрел, точно нет, вот они, рубцы, вот тут, 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 то есть, так, как снимки показывали, да, рубцы, но рака нет, таким образом, ну, естественно, он сообщил, милицию, как тогда говорили, требовал, чтобы его арестовали, в оконцовке он требовал, чтобы его приговорили к смертной казни за это убийство, но тут вмешалось, так сказать, КГБ, так как это назвали, о, прослышали, это что такое, а что делал, гранаты песок пил, о, так на это можно такие денежища заработать, больше, чем на нефть и газе, а ну-ка мы давайте подключимся, а ну-ка мы все силы, а ну-ка лаборатория, а ну-ка, короче, со всего Союза стали тащить весь гранатовый сок, который не наест, а тоннами, цистернами, начали поить, значит, всех, кто болел раком, вдруг это панацея, о, сделаем там, услугу человечеству, ну, и себе прежде всего, ничего подобного, ни один больной не выздоровел, всех постила печальная мучность, вот так, вот такой вот дикий случай, абсолютно, я уж не знаю, на что тут, на держимость какую-то, научную, ну, просто помрачение какое-то, да-да-да, да-да-да, надо такое вот учудить. Или еще один такой случай, он описывает, муж с женой разводится, ну, он, как бы, миллионер, новоявленный, естественно, приискал себе другую, жену помоложе, покрасивше, так сказать, и так далее, Ну и бракоразводы, процессы, что, куда и как. Естественно, адвокаты со стороны жены Маргариты потирают ручки, что ежели поделят много-много миллионов, то им процентом отношений отвалится. Очень даже приличный куш, то есть расчет по завершению процесса. И вот начинают процесс, и стал вопрос, отец как бы засомневался, саму ли этот ребенок, который в браке-то родился, ну как же не твой-то, мы вот на раскладушке, вот там-то, там-то, так-то, так-то, как же не твой-то. Да нет, на всякий случай давайте на ДНК, ну дело общеизвестно, об этом все знают. Сдают, значит, сдают они на ДНК кровь, приходит ответ. Да, отец этого ребенка, он, это самый миллионер, 99,9%, но мать этого ребенка не Маргарита. Вот это да, вот это фунтезюм, это как же так-то, так я же родила самолично, вот, вот она была. Мне ребенка сразу показали, подмена исключена. Вот тут родинка на бедре, она осталась, она здесь. И где начали, может быть, это в пробирке или куда, какая пробирка, на раскладушке, в коммуналке. И начали жить, и вот, вот и так-то, все это свершилось, и больше никуда, ничего и никак. Перепроверили еще раз, не мать, еще раз, не мать. В оконцовки, значит, направили уже образцы крови в Лондон, в Шрицарии, в Америку. Везде им дужу ответ. Нет, нет, кровь, значит, под ДНК не мать, уже не знаю, что. Но адвокаты отступились, конечно, утерлись. Нет, столько сил потрачено и времени, а все зря, потому что отец на коне, что, а я, ничего вам не отломится, алиментов никаких, это ТНН. Вот уже спустя какое-то время, прошло чуть ли не полгода или больше, она начала бумаги перебирать, которые там, ну, раскукала уже целая куча всяких разных бумаг. Увидела там одно из последних заключений, которые то ли внимательно прочитали, то ли еще как. То есть, очень редко, но в зарубежной практике называется это химера. Когда разная ДНК, кровь одна, значит, например, на лобковых волосах совершенно иной набор, значит, хромосомы, еще там где-то еще, то есть, бывает три. Вот это вот химера так называемая. Одна с тропинолоской, адвокатом, адвокаты, значит, созвонились с известным генетикам. Может такое быть? В принципе, может. И описаны там пара-тройка всего случаев в мировой практике. Тогда давайте попробуем. И вот тогда уже взяли не кров, а волосы, там, это ТНН со всяких участков тела. И вот тогда получили заключение. По крови, по ДНК, не мать, по волосам, по таким-то, по-сяким, мать. Вот, ну, тогда уже закрутилось, по-новому. Это совершенно невероятно. Ну, и еще один случай, который мне сильно вызывал, я их все помню, конечно, весьма невероятно, но это наиболее невероятно. Ну, почему так просто диву даешься. Всем известно, что при пересадке органов, значит, происходит отторжение зачастую. Поэтому все усилия медиков, так сказать, пересадить-то не проблема, так сказать. Да, это хлопотная, это много-многочасовая, значит, операция и так далее. Это подбор донора по всяким разным параметрам. Это, конечно, так, но главное, чтобы организм не отторг этот самый орган, либо даже кровь и так далее. Поэтому масса, значит, препаратов, там льется струйно буквально через подключичную терию, чтобы препятствовать отторжению от этого. И вот он написан один случай, когда случилось наоборот. Имплантант отторг полностью организм. А дело было так, что, значит, больной, а он профессор, получил невероятную дозу облучения на предприятии, и рак костного мозга, понятное дело. Надо было пересадить костный мозг. Пробовали и так, и сяк, и такое, и сякое, и от родственников, и от кого. Нет, отторгается, и все, и никак. Умирает человек, то есть, конец его... И вот, наконец, нашли какого-то донора, прямо вроде подходящего. Пересадили. Никто не ждал даже. Ну, на всякий случай, чтобы, так сказать, душа была спокойна, что мы сделали все, мы умываем руки. Пересадили. Как ни странно, жив. Жив и день, и два, и три. И даже поправляться начало. Оттина. И в оконцовке его даже выписывают, так сказать, ну, типа условно здоровый, будем так говорить. Он даже на работу вышел. Проходит полгода, и вдруг, значит, положение, да, наоборот. Рецидив, да еще какой, буквально считано. Он не приводит его опять в военно-медицинскую академию, соответствующее отделение, начинает смотреть. Оказывается, тот костный мозг, который мы пересадили, он там угнездился, а теперь уже не понравился ему весь остальной организм. И он начал отторгать. То есть вырубились все органы абсолютно. Начиная от почек, конечно, тут уже, потому что не работает печень, там, легкие сердца и так далее. Буквально в течение недели вот этот самый профессор, все, умер, сгорел. Вот такой ужасный случай. И чего-то не бывает. Он очень, у него специальная книга у Ломачинского, посвященная криминальным абортам. Как-то я поняла, что это его очень сильно задевает. Он просто призывает, что женщины, подумайте, карьера там, что скажут люди, родители, то, сё. Это настолько не важно. Это настолько всё не важно по сравнению с жизнью маленького человечка. И сколько вам это, так сказать, потом преподнесёт счастья и так далее. Специальная книга посвящена, так сказать, всенавредительству военнослужащих. На какие только ловки, как только они не приспосабливают, что только не придумывают. Конечно, в лёд и разоблачают, конечно, в неважурном глазах видно, что симулянты. А иные, вот один там случай приведён, просто в тупик поставлен. Ну, невозможно. Вот рентген делают, у него как бы пневмония, температура по 40 зашкаливает. Проходит полчаса температура нормальная, рентген делают, в лёгких числах. И так было там несчётное количество раз. Что за способ там не буду говорить. Вот. Будем так говорить, что зубной налёт он просто себе вводил. То есть, оказывается, у нас во рту, там, боже мой, чего тут нету. Особо страшные такие вирусы и бактерии, что, кстати, если ввести подкожно, он украл, значит, сразу шприц, и зубной налёт развёл в обыкновенной воде, и подкожно, значит, вводил. И начинается там такая вот воспалительный процесс, просто невероятный. И даёт картину, вот пневмония ужасная и так далее и тому подобное. Чего-то к ним приспосабливались. Очень понравилась мне его книга «Командировка». Хотя имя там другое, но он как будто русский иммигрант. Я подозреваю, что Ломачинский ввел потом в Америку. И, как ни странно, ведь очень долго нужно подтверждать, кстати, и образование наше там, и проходить там массу всяких тестов, и не знаю чего, чтобы работать врачом. То есть, достаточно сложно. И очень редко, когда наши медики там работают. Он работал, и более того, судебно-вестерским экспертом работал. Причём при высоком звании весьма почитаем и весьма признаваем. И одного из немногих его сошли подходящим, когда началась война в Абраке, Саддама Хусейна стали там искать, выкуривать. Его пригласили в качестве, так сказать, разоблачителя захоронения раскрывать и показать мир. Вот какой стервец Саддама Хусейна и прочие терактские беспредельщики. Вот изнутри, так сказать, эту войну, буквально обо всём. Техники, применяемые военнослужащие, командующие в составе, солдатах и так далее. То есть, очень интересно просто было почитать, что своими глазами он увидел, услышал, потрогал, можно сказать, и так далее. Поэтому, кто-то увлекается, так сказать, медициной, уважает врачей, читает их и так далее, весьма рекомендую почитать Лимачинского. Я весьма довольна. На этом всё. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова